Всем привет! Сегодняшнее видео для таких же, как и я, любителей покупок из Фикс Прайс. Давайте начнем. Взяла вот такую лапшу яичную Роллтон по-домашнему. У нее, в принципе, неплохой состав. Правда, здесь не яйцо, а яичный порошок. Ну, я думаю, это ожидаемо. Сейчас, кстати, все стало уже по 47 рублей. Но, тем не менее, многие товары и вот этот Роллтон тоже дешевле, чем в других магазинах. Как с голодного края, я взяла вот такое печенье. Называется оно «Сеточка с шоколадом». Ну, в принципе, такой терпимый у него сносный состав. Иногда хочется, чтобы такие печеньки были. Я надеюсь, что они будут вкусные. Еще не пробовала. Далее такое печенье сахарное вафельное хрустящее. Уже я его открыла. Напоминает он вафли из электровафельницы, если у кого-то была в детстве. Или есть сейчас. И по вкусу, и по текстуре. Очень вкусненькие, кстати. Мне понравились. Взяла пачку вот таких крекеров. Здесь 430 грамм хороший вес. Хочу их использовать для готовки. В общем, кое-какой десерт приготовить. И такое сухое печенье, не сладкое в самый раз. У девочек видела вот такие макаронные изделия. Паста коллекшн. Взяла одну пачечку на пробу. Вроде говорят неплохие, но посмотрим. Может быть, ну по крайней мере 47 рублей, наверное, это недорого. Хотя я даже не помню, они были 2 по цене 1 или вот эта 47. Вот, не помню. Ну, попробую, в общем, посмотрим. Если понравится, то можно брать. Я уже показывала вот такую штуку. Это томаты сушеные. Это действительно просто сушеные томаты. Здесь в каждой 100 грамм. Однажды покупала их на пробу. Мне очень понравилось. Я добавляла их в овощное рагу. И вкус очень приятный. Такой концентрированно-помидорный. А по текстуре они как курага, например. Не знаю, как сухофрукты, в общем. Но мне очень понравилось. Взяла в этот раз 2 пачечки. Снова буду добавлять их в некоторые блюда. Как обычно, ассортель. Плоды, протертые с сахаром. Иногда я беру одну баночку, иногда две. Вот в этот раз одну взяла с абрикосом. Тоже, чтобы добавлять в выпечку в основном. Ну, или в кашки. Вот, мне нравятся. Они хорошие продукты, типа варенья. Взяла 2 пачки своих любимых мармеладок с вишней. Это жутко химическая штука. Но я очень люблю ее. Стараюсь не жрать много, конечно, этого. Но понемножку. Вот мне надолго хватает, в принципе. И вот эти именно вишневые палочки я очень люблю. Взяла вот такой пакетик вареной сгущенки. Я не пробовала такую. Ну, надеюсь, что будет терпимая. Я тоже ее взяла для того, чтобы добавлять в выпечку, в десерт. И, в общем, готовить с этой вареной сгущенкой. Вот. Надеюсь, что будет нормальная. Вроде бы с едой это все. Поэтому я сейчас очищу пространство и перейдем к несъедобным покупкам. Продолжаем. Купила вот такой коврик под посуду. Вот из губчатой из козы. Для того, чтобы ставить на нее вымытую посуду. Мне нравится эта идея. Не только потому, что вода будет стекать на какую-то тряпочку, а не на железо. Ну, и потому, что как-то ставить удобнее. Посуда не скользит. И нет опасности, или, точнее, опасность меньше ударить по железной сушилке тарелкой. И отколоть кусок. В общем, рада, что купила этот коврик. Но посмотрим, как он будет в действии. Естественно, я пока не знаю, хороший он или плохой. Потом купила две вот такие большие, большие, плотные, пропиленовые какие-то салфетки. Такой, для меня вот такой декор не очень-то желателен. Но я выбрала их из-за того, что у них белый задник. Там были с серым задником, с голубым задником и с белым. Мне нужен именно этот задник, для того, чтобы класть на него руку, когда я буду снимать видео с дизайнами ногтей. Чтобы пачкать вот эту поверхность и легко ее было бы вытирать. Это термостойкие салфетки. Здесь целых две штуки. У них хороший размер. Я надеюсь, что мне подойдет. Но в любом случае, для разных технических целей они мне точно понадобятся. Взяла вот такой гель для душа. Здесь жасмин и масло сандала. Клуб путешественников. Кто это? Маграф? Да, это делает у нас Маграф. 400 мл. Большой объем, но он достаточно жиденький. Поэтому я думаю, что быстро будет расходоваться. Меня очень-очень привлек его аромат. Ну, такой хороший аромат. Но мне показалось, что очень качественный. Единственное, я, конечно, не знаю, как он будет раскрываться в душе. Может быть, он какой-то химозиной резиной начнет пахнуть. Но пока это пахнет как, не знаю, как сильно выветрившиеся хорошие духи. Мне очень понравился именно вот этот аромат. Потом я видела хорошие отзывы на маску «Русское поле» с красным перцем. Усиленная формула для укрепления и роста волос с экстрактом красного перца и маслом оливы. Я купила таких целых две маски. Слышала на них отзывы, именно что помогают они отращивать волосы. Не знаю, как насчет длину, но вот говорили люди, у кого была проблема попадения волос, что вот эту маску используют они на корни, естественно, на кожу и корни волос. И волосы начинают лучше расти, гуще и все такое. У меня был сильный волосопад одно время. Я здорово так волос утратила, и поэтому теперь буду делать вот такие маски. Купила сразу две, потому что никак не могла их поймать в наличии. Но теперь буду с удовольствием делать. Маска вот так выглядит. То есть она такая густая прям. Пахнет как-то шампунисто. Ну так, нормально, приятно. Тоже насмотревшись девчонок взяла вот такой Таласа скраб «Мертвое море» с морскими минералами. Вот так вот он выглядит. У него такой интересный цвет. Он очень густой. И я думаю, если он будет очень жесткий, по крайней мере вот так на первый взгляд, он мне почему-то кажется жестким. Если будет жесткий, то я его буду использовать только на ступни. Я люблю жесткий скраб для ступней. А если он будет такой средненький, не жесткий, то я буду его и на тело тоже использовать. Производитель это Санкт-Петербург. У него необычный аромат. Какой-то такой морской, сосновый, еловый, не знаю. Ну, приятный. Расходный материал взяла. Ватные диски. Аура. Мне кажется, если я ничего не путаю, то девчонки хвалили именно вот эту ауру. А вот это моя находка. Давно хотела вам дать на нее наводку. Здесь, значит, набор для окрашивания волос. Тут пелерина, шапочка, перчатки, фартук. И самое главное, накидка на уши. Серьезно, девчонки. Вот открытая накидка на уши из старого набора. Я уже не первый раз его беру. То есть она выглядит как шапочка для душа, только маленькая. И это знаете, как удобно. Особенно для тех, кто окрашивает волосы в темные цвета. Я очень вам рекомендую. Вообще, впервые я увидела такие накидки у кого-то в инстаграме. Кто-то сидел в салоне, девочка сидела, с краской на волосах. И вот у нее на ушах были вот такие чехлы. И все начали спрашивать, где их купить. Она говорит, не знаю. Я вот сижу в салоне и здесь только их и видела. Но теперь, когда они есть фикс-прайс, спокойно берите. Вот одной этой накидкой, ну то есть одной парой вот таких ушных чехлов, я пользуюсь уже, по-моему, три раза пользовалась или четыре. Ну то есть, если их не драть специально, то они довольно стойкие. Рекомендую. Очень-очень. Во фартук и пелерина тоже, конечно, пригодятся. Но перчатки здесь совсем никуда не годны. И перчатки нужно брать отдельно. Из косметического это все. Взяла вот такие беленькие носочки очередные. Не знаю, как их показать. Вот так, наверное. Здесь 75% ХБ. Я почему-то думала, что тут больше синтетики. А остальное всякие там эластаны. Я уже говорила, что я люблю именно белые носки. А белые носки это один-два раза они живут, потом они уже не белые. Вот поэтому покупаю их часто. Взяла вот такую баночку. Давно на нее посматриваю. Она вот здесь идет с таким уплотнителем. Это пластик. Это не резина, не силикон. И просто крышечка пластиковая тоже. Вот. Для того, чтобы хранить в ней какие-то маленькие, малюсенькие конфетки. Или орешки перемешанные. В общем, что-то такое. Мне вот не хватает таких баночек постоянно. Также приобрела вот такой ланчбокс. Здесь две коробочки соединены в одну. Но крышка открывается, ну как бы она одна, только с перемычкой. Крышка общая. Мне не приходится носить с собой куда-то еду. Но для хранения дома, для хранения чего-то в холодильнике, например, хорошая вещь. Вот у него такое тиснение здесь. Вот были такие ярко-желтые и такие сочно-фиолетовые. Тоже красивые. Но вот я пока взяла один желтый. Еще для кухни я взяла вот такой прелестный штампик для печенья. Посмотрите, у него деревянная ручка, деревянное основание и резиновая, то ли очень плотная, силиконовая подложка с тиснением для штампа. Итми, съешь меня. Там были еще какие-то узоры, но я их не поняла. Может быть, они что-то и значат, но я не распознала. Но вот это с надписью, мне кажется, очень мило и аппетитно. Но вот сам этот дизайн, боже мой, мне очень понравилось. Мне уже хочется приготовить какие-нибудь печенья с таким тиснением. Надеюсь, что будет работать. Потом я взяла два вот таких круглых органайзера. Называется коробка для мелочей 18 см. Она в самом деле небольшая. Вот моя рука. И что мне к ней понравилось, то что каждый отсек закрывается отдельной крышечкой. И закрывается, но довольно плотно. На самом деле, вот здесь, где эта крышка крепится и ходит, все это выглядит несколько хлипковато. Ну, сколько проживет, столько проживет. У меня вечно много всякой мелочевки. И все эти мелочевки хранятся в таких органайзерах, у которых общая крышка. Ну, все видели, какие они бывают. Здесь мне именно было ценно то, что закрывается каждый по отдельности. И когда работаешь только с одним видом мелочевки, то вся остальная все так же закрыта. С удовольствием купила два. Надеюсь, что они не быстро у меня полагаются. И еще приобрела вот такие стельки Happy Food с памятью. Это плотные. Вот здесь две их. Но видно, что каждая довольно-таки толстенькая. Это плотные такие вспененные стельки. Они огромные, потому что у них здесь, как самый большой, что ли, размер идет. И можно их вырезать по своему размеру ноги. Я подобные уже покупала в Ашане и не раз. И люблю их вкладывать в обувь, в которой я долго хожу. Например, где-то гуляю, чтобы у меня нога не так сильно уставала сама ступня. Но вот в Ашане я их покупала подороже. Здесь они в два раза или не в два раза, я точно не могу сказать. Но гораздо дешевле все-таки из фикс прайса. Я надеюсь, если у них будут так же держаться хотя бы несколько месяцев. Вот эти стельки активного ношения. То можно будет брать именно в фикс прайсе. Потому что пока что так на взгляд особо не отличается качество. Полезная вещь, кстати, очень рекомендую. На сегодня это все. Вот такие огромные покупки у меня получились. Надеюсь, уложусь в одно видео. И всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok